Во всех городах и районах нашей страны в воскресенье прощались с Масленичной неделей. Финалом Масленицы в нашем городе стало праздничное представление, которое состоялось на Театральной площади. Танцы, конкурсы и море блинов. О том, как гуляли славянцы в последний перед Великим постом день, смотрите в нашем следующем материале. У нас сегодня представление. Всем на удивление. Билетов не надо. Предъявите хорошее настроение. Так весело встречали ведущие из Комарухи всех пришедших в этот воскресный день к городскому Дому культуры. Проводить русскую зиму, пусть и не такую суровую, в нашем южном городе было решено с размахом. Песнями, глянками, взрослой горошечкой, масленицей лоскавой стучится, вот кошечка, да! Чем лучше Масленицу отпразднуешь, тем богаче и благополучнее будет год, гласит народная примета. И чтобы не сомневаться в ее верности, принято в этот праздник угощаться вкусными поджаристыми блинами. А после того, как отведаешь их, можно пуститься в веселый перепляс. Для детворы одним из самых интересных стал конкурс загадок. Ответ, как правило, ребята находили быстро. На праздники настроение поднималось и у детей, и у взрослых. Посмотрите, как люди на все это реагируют. Даже дождик был, и все равно не ушли. Все равно люди веселятся. Люди пытаются сделать себе приятное, хоть что-то достать. А какие песни у нас кубанские, вы слыхали? Это же каждый коллектив выходит, и вот прям как самородок, он вообще это здорово. Это так повышает настроение. Хочется вот просто стоять, притоптывать и радоваться. Покорение высокого деревянного столба с перекладиной, украшенной разноцветными лентами, стало серьезным испытанием. Но студента Славянского электротехнологического техникума Илью Колесниченко не испугали трудности. Он первым штурмовал столб и быстро оказался наверху. Я просто рад был, что я первый. Я просто не мог представить, как я смог быстро так залезть. Просто нет слов. Праздничный столб покорился еще нескольким смельчакам. Каждый из них был удостоен призов. Праздничные конкурсы следовали один за другим, и каждый из них привлекал внимание собравшихся. Настроение шикарное. Несмотря на то, что погода немножко портится, все равно все очень хорошо. Получается очень весело. Вот сейчас очередные соревнования. Это очень интересно. Для того, чтобы выйти победителем в том или ином конкурсе, нужно было продемонстрировать артистизм, сообразительность, хорошую физическую подготовку. Самыми активными участниками широкой масленицы были школьники. Я пришла на этот праздник, чтобы пообщаться в всяких конкурсах, потому что я этот праздник очень сильно люблю. Мне нравятся есть блины, там всякие конкурсы, загадки отгадывать, на столб залезать. Также мне нравится во всяких разных активных играх участвовать. Вот сейчас в лицарях участвовал. Праздничную атмосферу все время поддерживали выступления творческих коллективов Славянского района. Им горячо аплодировали зрители. Заварила семь недель, а остался один день, день последний, воскресенье. Прощай, прощай, наша масленица. Прощай, прощай, наша масленица. Вот такой веселой, широкой и вкусной была масленица в Славянске-на-Кубане. Сразу после нее начался Великий пост. Он продлится целых семь недель и завершится 28 апреля, в день Великой Пасхи. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа События.